Да плохо, братья и сестры, когда воруют, когда воюют, а я сам у себя праздник украл, когда Иисуса повстречал. Я однажды пошел в Иерусалим, но там на востоке он один, в нем храм как чудо из чудес касается почти небес. В богатстве город утопает, ворота на ночь закрывает, купальня под названием Силам. Но главное, конечно, храм. Давид там правил, Соломон, первый храм построил он. Там мест красивых очень много и вдаль звала меня дорога. Мой отпуск только начинался, я всем этим наслаждался. И я шел один, кругом темнело, не отдохнуть уже хотелось, подумал, а вдруг я заблудился. Вижу город засветился, спустился с горки, вижу свет, хозяину огня сказал привет. Он пробурчал свое шалом, и знакомство было за столом. Сказал, что это Вифлеем, здесь тяжело живется всем, наместник Ирод управляет, народ под временем стенает. Мы с неба избавления ждем, мы так давно уже живем. Он угощал меня инжиром, лепешки были с вкусным жиром. Потом спросил так, а ты не еврей? Ищи гостиницу быстрее. Народ сюда спешил не зря, читали мы указ царя, что будет перепись, решил, и каждый в город свой спешил. Но мы распрощались, я ушел, гостиницу себе нашел, превратник в номер проводил и на еврейском что-то говорил. А перед сном решил я погулять, вечернюю прохладой подышать. Ну, хотел сполна и отдохнуть, не зря проделал долгий путь. Ну, я вышел, в городе прохлада, все суетились, так спать ложиться надо, один стоял, молился, а думал, хорошо, разместился. В тавернах угли догорали, остатки на огне сжигали, к концу пришел торговый день, и ночь явила свою сень. А вернулся, я в гостинице заметил, одну семью превратник встретил. И говорит, нету номеров, я не могу найти вам кровь. Ну, моя жена должна рожать. Ну, все, что мужчина мог сказать. Да мне дела нет, проблема ваша, гостиница закрыта наша. Ну, а парень так девушку обнял, а я в стороне тогда стоял, и сердце мысль стрелой пронзило, а вот за что семья-то получил? Ну, не всем везет, жизнь борьба, у каждого своя судьба. Они ушли. А я остался и сном в постели наслаждался. Простулся утром, день чудесный, откликнул парень меня в местный и кричит в окно, как мне спалось, и что мне слышать довелось. А я вышел, город суетился. Все говорили, царь родился. Бог в эту ночь послал царя, надежда вспыхнула с заря. Кого послал, как все узнали? Вы что, всю ночь совсем не спали? От дома, от дома я ходил, ответа все не находил. На сердце, помню, произвол, и на весь мир тогда был зол. А в толпе я слышал, говорили, да, говорит, какие-то волхвы с востока приходили, зашли соратния, скот стоял. Я что, с обития проспал? А один пастух в толпе кричал, я в небе Божий хор взирал. Нам ангел в эту ночь явился, свою радость уделился. Родился царь, он нам сказал, звезду на небе указал. Мы за звездой той пошли, младенца в яснох не нашли. А там подарки на соломе, уютно, словно в доме. Жену, да, Бария называли, а мужа я забыл, как звали. А Иосиф, кажется, да, он с Назарета, сказала нам потом Елизавета. Она с младенцем там была, назад полгода родила, ну, младенца звали Иоанн. Да я правду говорю, не обман. Ну, спросил его, в каком хлеву? Ответил он, ну, так радым я живу. Родители младенца писал, и в них я пару-то узнал, которую привратник встретил. Ну, я отрицательно ответил, говорит, что нету номеров. Я не могу найти вам кровь. Я вспомнил, как мужчина уходил, а я его к себе не пригласил. Ведь было ж место у меня. Порой так любим мы себя. Не стал к себе их приглашать, хотелось в одиночестве поспать. Бежал к хлеву я, а не шел. И быстро тот сарай нашел. А там лампада догорала, младенца дева перелинала. Бараны, овцы суетились, траву жевали, в стойлой взбились. Младенец, видимо, был прекрасен. И ясный взор так девы ясен. Я понял, их мне не забыть. Прекрасней Бог лишь может быть. А за спиной я слышу разговор. Ну, про ангелов, небесный хор. Вот хозяева нам предложили, чтобы скот мы ночью сторожили. И вдруг все небо засияло, перед нами воинство пристало. От страха я глаза закрыл. А ангел с неба возвестил, что в эту ноту родился царь. Он жизнь положит на алтарь и от грехов спасет людей. Ищите Господа быстрее. Я говорю, мне не верят. Ну, пусть у друзей моих проверят, что я действительно не вру, а только правду говорю. Да что за сказки, ну что за вздор. Да ангелы, небесный хор. Кирзали смутные сомнения. Не получал я откровений, не сказал им до свидания. Пошел к евреям на собрание. Мой отпуск, помню, продолжался. С той парой больше не встречался. Я был желанием томим, хотел попасть в Иерусалим. Оставил ночью Вифлеем, он не понравился совсем. Пришел я в город отдыхать, а люди не дают мне спать. И вновь дорога с пылью под ногами. Маслины вдоль дорог идут рядами. Я на дороге был один. Мой путь лежал в Иерусалим. А все чаще я младенца вспоминал. Соговорили, Бог его послал. Волхвы, подарки, поздравления. Весь город приходил тогда в движение. Но если Бог его послал, так почему дворец не дал? В Хлеву, в Евслях, на Соломе, даже не в родильном доме. Родился там, где скот стоял. Я многое тогда не понимал. Когда младенцев убивали, когда новорожденного искали. Я все события сложил. И откровение в сердце получил. Что зря я в город торопился. Там в Вифлееме царь родился. Все говорили, небо ликовало, мне уюта не хватало. Хор ангелов на небе пел. А я поспал, потом поел. Как мог проспать. Пусть повернется время спять. Как жаль, что в ночь Христова Рождества не очутил я торжества. А тем, кто в эту ночь не спал, им ангел Божий возвещал о том, что Иисус родился. Сам Бог в младенце воплотился. Так, может, в жизни поступаем, когда нужду не замечаем. Не можем в дом свой пригласить. С голодным хлеба разделить. Сирот и вдов не принимаем, а о замке неземном мечтаем. А может, это ангел был. А я возможность упустил. Что этим я хочу сказать? Друг друга будем замечать. Чтоб мог ты счастье в жизни мерить, ты должен помогать, благословлять и верить. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok